Да, я как-то не считаю, что история вообще может быть правдивой. Я не думаю, что она где-то вообще в какой-то стране, она в принципе может быть правдивой, она все равно такая, какой ее пишут. Вопрос в том, чего этим хотят люди добиться, и я считаю, что гордиться-то есть чем. И, понимаете, мне не нравится современная позиция либо да, либо нет. То есть, конечно, преподавать надо с той позиции, чтобы гордость люди испытывали. Но просто сейчас отношение к Советскому Союзу какая-то просто бесовщина. Либо все поливают его грязью, либо все говорят, что вот тогда-то было время. То же самое и по отношению к Сталину, и по отношению к войне, и по отношению к любым вопросам. И мне вот эта вот какая-то совершенно какая-то истерия по этому поводу не ясна. Совершенно очевидно, что есть, было и хорошее, было и плохое, и, безусловно, была великая страна, и есть чем гордиться. В любом случае, что касается войны, допустим, тут совершенно без вопросов. Тут совершенно без вопросов. Советский Союз победитель, и надо с этим, надо это до людей доносить. Потому что даже я уже сейчас понимаю, что, разговаривая там, допустим, если заговорить с кем-то из молодежи, люди мало вообще понимают, что это было. То есть, если, допустим, американцам даже преподают историю с той позиции, что они многие считают, что, собственно, вся Великая Отечественная война свелась к тому, что американцы разбомбили Японию, в общем, и таким образом выиграли войну. Ну, это, конечно, да, это, конечно, неправильно, но американцам-то это, как бы, преподносит именно так, и они собой гордятся. Я не считаю, что надо оглуплять народ. У нас достаточно своей гордости, что не надо было бы ничего придумывать и искажать. Поэтому, безусловно, это надо делать.